Всем привет! Сегодня я расскажу о таком очень крутом способе рисования 3D графики, как Raymarching. О нем уже как-то даже писали вот в комментариях. Raymarching это такой альтернативный способ отображения 3D графики, с помощью которого можно всего в несколько строк фода нарисовать очень крутые штуки. Обычно в 3D графике у нас есть камера, которая для каждого пикселя на экране выпускает луч. Луч при столкновении с каким-то объектом красит пиксель в цвет этого объекта. То есть для того, чтобы нарисовать какую-то трехмерную сцену, нам нужно посчитать много пересечений лучей из камеры с объектами этой сцены. То есть нам нужно найти пересечения с объектами. И обычно довольно легко посчитать пересечения, например, со сферой. Но будет, наверное, странно, если все у нас будет состоять из сфер. Поэтому используются, например, треугольнички, из которых состоят полигоны. И с ними тоже довольно легко посчитать пересечения, и объекты из них выглядят довольно нормально. Но что если я захочу отрендерить какую-нибудь проекцию четырехмерного фрактала с очень сложной геометрией? Вряд ли я найду формулу для пересечения с таким объектом, а если найду, то она будет, возможно, очень сложной. Но для многих таких сложных объектов оказывается довольно легко найти формулу расстояния. И зная расстояние до них, их тоже можно нарисовать. Так и работает Ray Marching. Допустим, у нас есть объект, который мы хотим нарисовать. Это пока будет такой двумерный круг. И вот у нас есть камера, это вот эта вот точечка, и мы из нее пускаем лучи. Допустим, мы хотим выпустить луч в ту сторону. Сначала мы оцениваем расстояние от камеры до объекта и пускаем луч на это расстояние. Так, чтобы мы точно знали, что мы не пролетим этот объект. Потом из того места, где мы остановились, мы выпускаем точно так же луч еще раз, замеряем расстояние, еще раз замеряем расстояние, еще раз, еще раз, еще раз. И когда мы подходим достаточно близко к объекту, мы считаем, что мы в него попали. И на этом месте мы красим пиксель в соответствующий цвет. Если у нас несколько объектов, то мы выбираем минимальное расстояние, то есть расстояние до ближайшего объекта, и точно так же двигаемся, пока мы не достигнем какого-то объекта. Например, вот в этом случае мы сначала столкнулись с кругом, потому что расстояние с ним было меньше, а потом с квадратом, потому что расстояние с ним стало меньше. И дальше уже довольно легко дойти до этого квадрата. Чтобы алгоритм не был слишком сложным, мы, во-первых, можем ограничить количество итераций, которые проходит луч, а во-вторых, его дальность. Потому что если он летает слишком далеко, то нам, возможно, там все равно не нужно ничего рендерить. Ну, как обычно, дальность отрисовки в играх. Можно еще заметить, что когда мы проходим по границе объекта, то мы начинаем совершать очень много итераций, потому что расстояние там очень маленькое. Поэтому можно итерации ограничить, и в это время можно заметить, что иногда мы даже не доходим до конца. Ну и вот наша функция, которая отправляет луч. У нее самое главное, что есть точка, которая изначально начинает в позиции камеры, и потом мы ее в цикле просто сдвигаем каждый раз на расстояние до ближайшего объекта. А вот расстояние до ближайшего объекта будет зависеть от самого объекта, то есть от его формы. Например, если мы хотим нарисовать просто сферу, то она рисуется очень просто. Нужно взять просто расстояние до нее минус ее радиус. В коде это будет выглядеть вот так, где у нас вот есть координаты точки, в которой мы находимся, минус координаты сферы, и берем длину всего этого, и минус радиус. Названия переменных могут выглядеть немного странно, но тут так принято просто. А вот, например, формула расстояния до куба. Она очень похожа, но чуть-чуть посложнее, там еще модуль внутри есть. Можно теперь это запустить, и вот мы видим наши объекты. Куб и сфера. Вроде бы все нормально, но если я пытаюсь повернуть камеру, то происходит что-то не то. Потому что я на самом деле не знаю, как точно поворачивать камеру. Я использую Unity, хотя странно, писать 3D-движок, используя Unity, хотя это уже 3D-движок. Но на самом деле я его использую, потому что там уже просто есть интерфейс, чтобы не писать свой интерфейс еще. Потому что я хочу, например, подвигать какие-то объекты, или поменять какие-то параметры, и чтобы это уже было, чтобы мне не пришлось это заново писать. То есть я буду просто рисовать графику поверх Unity. Ну, можно использовать вместо Unity на самом деле что угодно. Вот кто-то, например, использует Excel. Ну и даже камера у нас тут не выполняет на самом деле полные функции камеры, она чисто передает свое положение в пространстве, в общем-то все. Я хотел бы, чтобы камера была прям полноценной камерой, чтобы ее можно было вращать и менять угол обзора. И я погуглил, и оказывается, такое уже много раз делали. И есть скрипт, который позволяет рендерить графику с шейдеров прямо в окне редактирования. Теперь мне даже не придется запускать это, как некоторую игру, а прямо в момент редактирования в Unity я могу отрендерить всю свою графику. Вот этот скрипт для захвата камеры, он лежит там с 2013 года, и он даже не на GitHub. Не знаю, нормально будет, если я его к себе скопирую, но надеюсь нормально. И вот мы можем запустить, и теперь у нас все рендерится прямо в окне редактирования, можно крутить это мышкой, и есть небольшая проблема. Вот какой-то артефакт появляется у нас, причем только в кубе. У сферы такого нет, а когда мы рендерим куб, у него иногда появляется такой вот черный круг. Я еще погуглил, и оказалось, что это связано с тем, что бывают знаковые и беззнаковые функции расстояний. В Raymarching'е принято использовать знаковые функции расстояний. Нам нужно использовать знаковые функции расстояний, и вот что это значит. Допустим, у нас есть точка, и нам нужно измерить расстояние до круга, допустим, оно 5, а у этой точки, ну, допустим, 2. А у точки внутри круга расстояние будет тогда минус 2, потому что внутри круга у нас расстояние отрицательное. Получается, что мы когда углубляемся как бы внутрь объекта, расстояние уходит в минус. Ну, а на границе оно, соответственно, будет нулевым. Но проблема с той функцией куба, которую я использовал в том, что у нее расстояние внутри не уходит в минус. То есть вместо знакового расстояния у нас здесь расстояние до границы. Вот, допустим, если от этой точки расстояние, ну, например, 3, то этой там будет 0, то от этой точки у нас будет расстояние, например, 2. А должно быть минус 2. То есть у нас должно быть внутри отрицательное расстояние, а оно положительное. Получается, что когда у нас луч пролетает внутрь этого куба, он может посчитать, что он еще не попал в куб, и пытаться внутри него еще лететь. Из-за этого получаются графические артефакты. Поэтому нам надо переписать функцию расстояния до куба. Вот у нас есть такая же для сферы, и тут видно, что есть расстояние минус радиус. И этот минус радиус позволяет нам получать отрицательные значения. А у куба такого нет. У нас там только расстояние, и все его значения всегда положительные. Поэтому надо переписать эту функцию так, чтобы внутри получались отрицательные значения. То есть, чтобы внутренность куба тоже учитывалась. И вот теперь видно, что у нас и сфера, и куб рендерятся нормально, и нет никаких багов. Еще я, кстати, перескочил момент, когда я добавил освещение. Вот можно заметить, что объекты, они освещены, что они не просто какие-нибудь серые. Потому что изначально, ну, допустим, их можно покрасить в какой-нибудь один цвет, например, серый. И чтобы добавить освещение, вот используется такая очень простая функция F5. Срок буквально. Тут есть точка, которая попала в объект, и направление источника света. Ну, я его просто где-то наверху поставил. И мы считаем, вот это L, это у нас направление к источнику света от точки, где мы попали в объект. И нормаль объекта. Нормаль объекта, это как бы направление, вот куда его поверхность смотрит. То есть, если мы возьмем вот поверхность, да, из него вектор, он будет вот туда. Ну и мы находим скалярное произведение между вот этой нормалью и направлением к источнику света. Скалярное произведение, это вот то самое, которое я проходил на алгебре, и мне никто не объяснил, что это такое, я вообще не знал, зачем оно нужно. А это оказывается то, насколько как бы совпадают два вектора. То есть, если у нас вот это вот направление поверхности, вот у меня свет там находится, вот как раз если поверхность совпадает с направлением к источнику света, то объект будет сильно освещен. Если не совпадает, то, соответственно, он будет темный. Если мы это сделаем, то у нас объекты будут выглядеть так, что по-моему выглядит не очень, слишком жесткий свет, поэтому я просто тут подумал и какие-то решил значения прибавить, умножить, в общем-то это просто я так подобрал, можно подобрать любые другие значения, но вот мне вот эти понравились и теперь объекты выглядят получше. Дальше мы можем еще немного улучшить графику, например мы можем добавить туман, чтобы вот не была вдалеке слишком резкая граница дальности отрисовки, но это делается довольно просто, когда у нас луч уходит достаточно далеко, мы просто прибавляем к нему некоторые значения цвета, например серого, чтобы вдалеке все становилось постепенно серым. С текстурами кстати тут немного сложно, потому что обычно когда у нас 3D графики есть полигоны и у нас есть какая-то вот сетка из этих полигонов и мы можем на нее как бы натянуть текстуру, а здесь у нас такого нет, у нас здесь объекты получаются полностью трехмерные, то есть они даже внутри тоже как бы присутствуют. И например сфера у нас получается даже не сфера, а шар скорее, потому что у нее есть внутренность, да, то есть у нас не просто поверхность объектов и на вот этот как бы цельный объект вот тяжело уже получается натянуть какую-то текстуру, но это тоже можно. Еще мы можем улучшить графику, добавив вторую модель освещения, которую по-русски называют ambient occlusion. Так вот, ambient occlusion делает так, что когда у нас есть какая-то сложная геометрия, то там появляется тень. Ну в большинстве случаев, например, когда у нас есть какой-то угол, то в этом углу появляется тень, да, то есть если объект такой вот прямой, там меньше тени, если есть угол, то там свет хуже проходит. И обычно чем сложнее какая-то геометрия, тем сложнее свету туда пройти. И на основе этого принципа мы можем точно так же делать, если геометрия достаточно сложная, то там будет темно. И в Raymarching это очень легко сделать, потому что когда у нас луч летит, мы постоянно делаем проверки с ближайшей геометрией. Если геометрия будет сложная вблизи этого луча, то луч будет совершать больше проверок. И соответственно, чем больше проверок, тем сильнее мы можем просто затемнять объекты. И в конце еще добавил тени, для этого я из точки, куда попадает луч, выпускаю второй луч в источник света. И мы как бы Raymarch'им до источника света, если мы во что-то врезаемся, то рисуем там тень. Ну еще я вначале говорил, что если мы будем делать очень много проверок, то алгоритм получится слишком сложным, поэтому мы ограничиваем количество этих проверок. И если мы ограничим его достаточно сильно, то можно получить вот такой вот интересный эффект. Когда у нас объекты как будто гнут окружающее пространство, на самом деле это происходит как раз из-за того, что луч когда проходит рядом с объектами, ему нужно сделать очень много проверок, не попадает ли он в этот объект. Еще в Raymarching очень легко делать разные преобразования. Например, вот у меня есть сфера, я ее увеличу. Я сделаю ее теперь в 5 раз больше, а теперь я возьму ее со знаком минус. То есть расстояние теперь до сферы со знаком минус, то есть у меня теперь все стало сферой, кроме внутренности самой сферы. То есть сфера как бы инвертировалась. А еще я вначале говорил, что луч проверяет дистанцию до каждого объекта и берет минимальную. Что будет, если мы возьмем максимальную дистанцию? Вот я, допустим, в коде минимум поменял на максимум, и теперь у меня ничего нет. Но если я подвину куб ближе к сфере, то внезапно у меня образуется их пересечение. То есть взяв максимум вместо минимума, мы можем делать пересечение этих объектов. А еще если мы возьмем один из объектов со знаком минус и возьмем максимум, то у нас получается пересечение с инвертированным объектом. То есть у нас здесь сфера, даже точнее шар, вырезается из нашего куба. И получается вот такая вот штука. Таким образом, в общем-то, можно уже моделировать что угодно, создавая разные там пересечения, вырезания объектов. А еще вместо обычного минимума мы можем взять софтмин, то есть некоторый такой сглаженный минимум. Если взять сглаженный минимум, то у нас получается вот такая вот очень крутая штука. Мы можем делать такие тоже сложные фигуры из объектов. Мы можем взять софтмин с плоскостью, которая внизу находится, и получать вот такие штуки. Вот полигонами это было бы сделать в разы сложнее. А тут нам нужна всего лишь одна единственная функция. А еще если я дистанцию до сферы по одной из осей умножу на что-нибудь, например на синус, то у меня сфера получится вот такой вот ребристой внезапно. И я могу делать софтмин с вот этим кубом, и у меня получится вот такая вот крутая штука. Можно еще также делать со всякими фракталами, которые довольно легко в реймарчинге создать. Вот кстати можно заметить, что я по-моему не очень правильно написал функцию тени, поэтому тень от фрактала, например, уже какая-то глючная. Но зато тень от нее похожа на множество мандельброта. Или какую-то грязь на полу. Зато если бы я делал намокание бумаги, то по-моему это была бы очень удачная текстура. А еще мы можем взять расстояние не просто до обычных трехмерных объектов, а до четырехмерных. То есть у нас получается как бы пересечение с проекцией четырехмерного объекта, который проходит через вот это вот трехмерное пространство. Ну и мы рендерим это все в двумерную картинку. Ну вот правда при таком подходе у нас куб просто появляется и исчезает. Можно заметить, что при исчезновении куба у нас остается еще такая тень. И это как раз из-за вот этого Ambient Occlusion, потому что когда луч проходит рядом с объектом, то он затемняет пиксель. А так как у нас объект получается рядом, только он рядом как бы в четырехмерном пространстве. И поэтому его уже нет, но тень от него еще есть. Чтобы была лучше заметна четырехмерность куба, можно его повернуть по разным осям в четырехмерном пространстве. И уже потом пропустить через трехмерное пространство. Ну это конечно все круто, но можно заметить одну такую деталь. Вот допустим у нас есть сфера, куб, даже можно сделать их многомерными. Но если я сделаю вместо одной сферы, например 20, то внезапно FPS уже начнет проседать. Потому что Ray Marching очень плохо справляется с большим количеством разных объектов. Вот когда у нас сложный фрактал, это одна единственная формула. А когда у нас 20 объектов, пусть даже это самые простые объекты, то есть сферы, то внезапно начинаются уже проблемы. Конечно в трехмерной графике есть куча оптимизаций для таких. Всякие там Octa3, KD3, которые как раз помогают с этим справляться. Но пока мы этим не занимаемся, поэтому надо как-то исправить такую вот штуку. Поэтому нужно найти какой-то другой способ. А именно, можно вместо рисования 20 отдельных сфер, найти какую-то общую формулу для рисования большого количества сфер. И оказывается мы можем рисовать не просто много однотипных объектов, мы можем рисовать бесконечно много этих объектов. Вот я добавил сферы еще раз, но на этот раз они просто уходят вдаль, пока у меня не закончится дальность отрисовки. И на этот раз уже ничего не виснет. Я могу двигать еще камеру вдаль, и там будут еще сферы, и еще сферы. Они в общем-то тянутся туда до бесконечности. А весь секрет в том, что это все одна единственная сфера. Если я ее подвигаю, то можно заметить, что двигаются все вместе. Потому что это всего лишь одна сфера. Вместо того, чтобы рисовать много-много сфер, мы можем просто свернуть пространство вокруг сферы. И сделать это очень-очень просто. Если вы смотрели какой-нибудь Nunchpop по теории струн, там часто говорят, что, допустим, в теории струн наше пространство десятимерно, но многие измерения не видны, потому что они очень маленькие и свернуты. Свернуты — это значит, что пространство как бы вот свернуто, как такой цилиндр, допустим, в двумерном случае. И мы, идя по этому пространству, возвращаемся назад. Точно так же у нас сейчас луч света идет по одному из измерений и возвращается назад постоянно. И поэтому, идя вокруг, мы приходим к этой сфере опять и опять. И поэтому у нас одна и та же сфера повторяется много-много раз. И делается это вот таким простым способом. Мы берем координаты нашего луча и находим остаток отделения на некоторое число. Ну и мы, кстати, можем сделать то же самое, но не просто по оси, например, X, а по еще одной оси. И тогда у нас получится пространство завернется уже по двум измерениям. И теперь у нас будут бесконечные сферы в несколько направлений. И опять же, это все одна и та же сфера. Мы можем ее подвигать и заметить, что двигаются все вместе. Ну и так можно сделать вообще по всем измерениям и в 3D тоже. Вот тут у нас где-то миллион сфер, наверное. И это рендерится все очень-очень быстро, потому что на самом деле сфера всего одна. Ну и необязательно использовать просто сферу. Можно взять более сложный объект или можно, например, вырезать сферу из куба и получить вот такую вот интересную штуку, по которой можно бесконечно летать. Правда, камера постоянно пересекается с толстыми стенками, поэтому я, наверное, их уменьшу. Вот, теперь это выглядит хорошо. Ну и графика, конечно же, идеальная. Нет никаких полигонов. Можно приблизить к какому-то объекту и посмотреть, что он идеально ровный, такой гладкий. Насколько бы мы не приближали. Проблема таких бесконечно повторяющихся объектов в том, что они все одинаковые. Но мы можем решить и эту проблему. Например, здесь я сделал плоскость с бесконечным количеством сфер, как раньше. Но теперь я сферы умножаю на синус одной из координат настоящего луча. То есть того луча, который я еще не успел завернуть в пространстве. И теперь все сферы стали разными. Теперь они похожи на какие-то узоры на этой плоскости. Тут я это сделал по одной оси, но мы можем сделать это, например, по двум. Вот если я попробую это сделать по двум осям, то у нас получается вот такой вот узор. И тут мне кажется, что я вижу даже лицо из недавнего мема. А еще в играх часто делают так, что у нас при отдалении понижается уровень детализации. Так вот в реймарчинге мы можем вообще одним параметром очень легко понижать уровень детализации. Уровнем детализации у нас здесь является, например, то, насколько близко мы подходим к объекту, чтобы считать, что луч в него врезался. Если мы подходим не очень близко, то нам, соответственно, нужно очень мало итераций совершать. Объект, конечно, будет не таким ровным, но зато это будет гораздо проще. Ну и, конечно же, можно рисовать еще очень сложные объекты. Можно подружить реймарчинг с рейтрейсингом, чтобы у нас были всякие отражения, переотражения, и всякие сложные поведения света можно сделать. Ну и, конечно же, чем больше на видео лайков, тем лучше YouTube его рекомендует. И чтобы он лучше ранжировал подобный научный или технический контент, можете нажать на этот самый лайк. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok